и по пикам что у нас там по пикам давайте взглянем мы видим что great calli поменялся ролью твоими парниками теперь линейный мейстер кул стоит на линейный great calli леса пошел на локс и будет стоять против глейва вполне квалафар и ну я думаю что вогс в принципе должен квалафара как-то подбивать сильно достаточно потому что ну вот вот это и сильный лейнер а у квалафару надо очень четко крипов добивать чтобы книжка работала и добивать именно это показывает его основную способность на линии так у нас там что-то в лесу происходит подсилили крипов мол за у ребят с team secret но могут за это сильно поплатиться мистер кулы вгрызаются а у нас такие лесные ринга либо на лесном ринге вот это интересная ситуация да то есть мы они вместо глейва в лес отправили в лес ринга учитывая что ринга это хорошая контра боксу искать кстати так что тут такое вот такие очень интересные ринга тут со стороны контрастой и причем это ринга кристально если ты наблюдал за американскими джейл прошлого сезона похожую игру демонстировал с калзамик который сейчас играет за 7 соломит он к сожалению не наблюдал и так мугли 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 пытается ворваться в кого-то вгрызть и надо конечно же фокусить мистер кул и может он здесь отлететь да он он отлетает но квалопар успел вовремя подойти сейчас скорее всего добьют здесь sky да и под может попытаться пола пар пойти дальше но нет решают нет смысла нам бежать за этим саппортом и оставляет его все правильно сделали фраг в принципе разменяли саппорта на sky это неплохо ох ты как вырывает хорош вот дубы было бы тычка посильнее было бы прям вообще как надо блогу просто так это у нас best of five дорогие друзья не забываем и это значит что что матчи у нас будет как минимум 3 как максимум 5 это второй матч там у нас опять в лесу драка это наверное обкатывают новую стратегию какую ребята из тест кстати то есть у них уже одну есть очко не принципе могут сделать что-то необычное да и они показывают свою вариативность критиковали показывают что умеет играть разными вот например они могут отправлять квалафара вниз против оксана главе а это необычненько соглашусь с вами коллега виден мистер кул пытается да они просто не врываются и чуть ли там не умирают ребят что-то у нас в чат подуныл давайте-ка активизируйтесь у нас скоро там кстати финал я же надеюсь дим ты сделаешь пост финале условно ну тогда ну что я думаю нет я все-таки склоняюсь к тому что несмотря на то что сейчас если проигрывать немного по золоту например они все-таки смогут выиграть просто затащит на скелетах сказать на старикетах ну я имел ввиду то что тс все таки как посильнее чем но мы видели мы думали что я думал я замок люди я думал например что тс и будут и посильнее джиту оказалось наоборот там там будут пики были проигранные особенно вот это просто нечто там просто вот я не знаю можно было сдаваться сразу когда вот ты в игру зашел увидел что там глэйф и фортерс а у тебя кестерл и можно было сразу убивать просто в команде 20 портут и одна кестерл там деф вначале собирать смысла нет и все там играть нечего было так врываться здесь калафару но он должен на первом стиле уходить именно это не делает злой калафар побежал вниз магазин сейчас он попытается отомстить надо сделать да надо сделать фрактного те просвечивают кусты там никого нет замедляют вокса можно пойти за ним нет нельзя ладно не решается команда в принципе могли пойти за ним дальше такс надо посмотреть пытается здесь бить калафара но по-моему он сам в ответ неплохо раздает и врывается они не а может быть все-таки тот таргет он выбрал хотя не добивают они к сожалению ордана прикрывать своим телом калафар мудри потому что тому прилетела с первого скилла sky слишком много дэмэйджи опять мы прилетает там мудри просто по стрию ножа ходит да надо уходить а вот сейчас нет у калафара есть первый скил принципе стана по стана нет точного стана у команды маузов не мауз нет ну там есть ульта sky но есть еще попасть надо было бы там катрин был бы другой раздовор и врывается гуэйдж неплохо по ухп он уже сбивает sky но надо ему отойти никто его не может прикрыть потому что количество было поставлено очень хорошо ему за откидывает своего соперника вот может вот здесь сильно подставиться надо закастовать ультимейт может быть в акса нет не кастует ультимейт пальма а у него не было ему он уже его куда-то кастовал это я не видел то есть то урона залетела в пальму он зачем-то вернулся на дорогу от sky надо было ему не в ту сторону все-таки бежать куда немного в сторону от своей ну да мугли просто врывается вместе со своими собаками там получилось и со стиле книг не получилось со стиле золото у ребят с тем секрет глэйв добивается у нас ордана и sky надо как-то отступать да она и уйдет она уйдет при этом она едва едва это прям удивительно очень очень опасно сейчас сыграли ноуза но в принципе я хорошо потеряли только одного саппорта при этом забрали 900 отворца на свою сторону что ж можно ли считать что у молдов есть в это преимущество до определенно есть sky слишком сильно дамажит пока и не видно что ее кто-то особо хорошо контрит сейчас там мало пары маловато пока айтемов у него есть только топор это конечно тоже достаточно неплохо но одним топором карту не выиграешь тут надо чтобы урон заходил очень быстро ему там ну надо что-нибудь типа арбалет думаешь арбалет арбалет в принципе только ехал ой как кура от опасно сейчас уходит мало парам просто выезжать под ультой sky арбалет принципе можно но я думаю что здесь он будет немного не тем возможно арбалет тоже на работе я породи пути худых героев и факт я просто думал что квала пару вот надо не залететь сделать стычку и как бы много урона сразу нанести я что-то типа именно вот криты прокачать чтобы криты били знаешь такой стандартный закуп мне кажется ему здесь зашел типа монокля автомата вот это все да интересный вопрос так у ногой ему так сработать просто в какой ситуации друг как бы вот когда у тебя там один серий которого надо фокусить как блог с кестрел да пожалуйста собираешь арбалет просто и изи выигрываешь игру а тут тут надо как-то урон все-таки распределять еще поэтому и мне кажется что арбалет это будет ну немного лишний айтем он просто займет слот не думаю что он даст много преимущества вполне возможно что ты была на и вот ринга в принципе несмотря на то что он кристальный можно было бы собрать арбалет он вообще мог пойти через за 1 какой-нибудь там собрать арбалет потом ударную волну и просто в секунду кучу урона вносить но нет он решает наносить его постепенно вот видишь хватает достаточно урона чтобы сбривать даже ордана но быстро не тот таргет не тот таргет это не хватило демиджи чтобы сбрить быстро ордана и эйс для маузов урона как бы хватает но надо сейчас больше и поэтому вот ринга все-таки не то по моему ринга собирает вот как бы ему если он пошел в лес то ему надо было не делать задел в лейт потому что вот кристальный ринга как бы в лейте все равно проигрывает ваксу там тем более 6 к есть и по моему стоило все таки вот он тем более он там собирает чем там собрала кристалл вот начинают бить вакса но умирает сам пальма нет недолго на самом деле прожил там глэйк добивает бакса но посмотрим на ордана возможно да нету он не выживает сто процентов здесь я что хочу сказать что что на ринга надо было не вот такую сборку по моему делать как бы и или даже если такую то надо было бы собрать часы например чтобы почаще закидывать там первый спел может быть он хочет сыграть на кристальном приросте от второго скилла но почему тогда нет переменного блока в общем может быть я чего-то не понимаю но вот так бы я собирался да шутер-глаз в качестве корного смета до странной льды все-таки на ринг и ринга не тот герой которому надо брать первым айтемом большой кристалл по моему у него там прирост от если это упор в прирост на второй скилл то тогда точно надо было не надо было брать большой кристалл первым айтемом но если это все таки в первый и третий ну как мы видим да это первый и третий упор у ринга уже 12 уровень там первый в третий упор ну тогда надо часы сто процентов собирать или ударную волну возможно вот вот ударная волна и арбалет и просто берега бы в секунду наносил кучу урона вот одному таргету всегда бегаешь с критом всегда бегаешь с критом у тебя есть арбалет у тебя есть ударная волна просто ты пол хп снимаешь как минимум одного героя там с одного прокаста да без ультимейта если еще и с ультимейтом то там просто никто не выживает но не то чтоб никто но как минимум 1 цель ну да но я имел ввиду что все герои бы очень сильно от того страдали ну смысле вот любой что вакс что скай что даже ордан он бы ему бы тоже было неприятно конечно меньше степени но тоже неприятно словите рту после проката или до да это без разницы но не нового на кристальном ринга по моему лучше начинать драку с ультимейта но для этого должен быть и вот стать до 100 обижена нет и вот ставится калитка не плохо попадает в стан здесь пола фаун тут не выживает сто процентов он хотя нет неплохо его подцелил мугли там где-то умер у нас ринга ну вот пальмы выбрал не ту сборку и просто отступают ребята steam secret 04 уже у пальмы и поэтому я могу точно говорить что это сборка не то да возможно я дадут похоже ребята из team secret вторую карту могут взять здесь сложно сейчас вы постилить и стилит ой глэйв как красиво сыграно здесь может он еще и забрать и нет сейчас сейчас они напитят там уже умер фортерс надо глэйву отступить они состилили кракена уже неплохо это сейчас было обидно молзам я уверен этот расплатник ну я к сожалению кракен не думаю что он много чего сделает здесь ринга собирает разрушенный миф ну я не знаю ну вот и пошла я вообще не уверен что это то вот так конечно залетела да умрет здесь все таки бокс я не знаю вот мне кажется разрушенный миф это такое все таки нет ладно ладно разрушенный миф еще ну вот разрушенный миф тогда ему надо как бы да ему вот он делает 7 стаков а потом ультует и кто-то получает просто тучу урона и если еще там не подлетает вовремя блок ну да тогда надо ринга должен жить до конца драки но а как это обеспечить вот это уже другой вопрос то есть не до конца драки как минимум до 7 стаков должен быть ринга а потом еще и до ультануть а еще до этого желательно чтобы блок был заюзан верно ну как минимум тем героем которого будет фокусить ринга а это а это так называемая теория идеального замеса теория и да это теория идеального замеса и теория фактически никогда не срабатывает такой забавный эффект телепортации да но что не говорит конечно очень хорош но мне больше всего нравится на фото со сет скин его новогодний боже как он так как он бегает очень эти прыжочки прям бить не хочется если он во вражеской команде это слишком мило это слишком у меня да ну отступают под башню здесь ребята из team secret а и мугли просто подбегал под дорожкой от sky и получил неплохо урона ну уже начните кто нибудь драку нет них собираются хотят хотят это на кракера прям идут на него да и идут на кракера надо быстренько подтягиваться ребятам всем сиди и попробовать еще раз ну не было вижу на имеет смысл и я я я думаю что они могли бы догадаться куда отступили ребята из маус просто просто они как ранее были уже эти просевшие и и держать без третьих тп и без кетерки это все равно достаточно такое преимущество противника битва около кустов да и снициировать вроде как должен ты но преимущество по видению противника неоднозначно что ж кстати пола пар собирается именно как я и говорил вот он делает такой более стандартный закуп вот без арбалетов моноклифс такое вот сейчас подумал что под этот закуп нужен или саппорт под этот закуп а саппорт под этот закуп это ордан верно ордан к сожалению во вражеской команде ух как хорошо то все встали под ульту ринга очень все просевшие врывается глэйв хороший блок ставит волкс не получает он дамыджа надо надо здесь как-то сыграть осторожно да квалафар уходит скорее всего сейчас траки нападет и надо ребятам из мауса вступать нет квалафар квалафар разведешь ему спушили одну башню он спушил им трон удивительно что он еще собирает броню с таким настроем на игру он должен был фулл вп играть тогда бы было просто что появился звук или что-то что-то проблемы были ребят я вроде как проверял у нас все работало либо просто неужели 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 вы все это время сидели без звука это было бы настолько блин обидно сидим всякие вещи обсуждаем у нас звука нет 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 вроде бы был все звук я проверял начинается драка не наносит много урона не заходит темп игры то и стоят рядом как и ребята из мауса получается идеально встали ребята из маус спорт но квалафар очень а нет квалафар то мугли очень сильно подставился и сейчас очень красиво завершат это будет интересно похоже ребята из team secret не хотят проигрывать эту карту и сейчас у них это может получиться ну точнее они могут победить они могут даже продолжить дальше посмотрим где они нет они мне кажется они развернутся на карте вполне возможно и довольно логичный он завершился да они забирают второй пристальный лодник и идут на карте квейт просто летает и метает есть vision есть мины и все видит в принципе маус спорт ну давай мугли начинает начинает бить кракена но он тут отваливается так же быстро как и у маус а маус собираются встречать они не будут встречать посмотрим смогут ли они встретить достойно в принципе у них есть главное чтобы у них есть все бафы причем просто не получить в себя проказ скай это главная задача не получаете проказ скай выигрывать все достаточно просто да вот это и не всем сразу закрывают только квалафара поэтому по моему это не очень удачная калитка выходит из него квалафар там разбирают кстати в акса вдвоем но вакс успевает добить здесь ринга где же квалафара он там все еще пытается воевать с мистером кулу у него может неплохо получится да он мистер кул умирает и похоже и похоже поворачивает поворачивает тело свою боль да поворачивает похоже игру не уйдет здесь еще и ордан это эйс вау специально фидели чтобы потом красиво завершить да я думаю что третья карта уже такой не будет просто проиграть выигранную игру для маузов наверное это удар просто ниже пояса да возможно это будет деморализующим фактором для маузпортс очень сложно после такого после такого поражения будет им собраться скорее всего эмм что ж ну можно взглянуть на закупы ну в принципе ничего необычного ребята не собирают на турнире нет у нас никаких новых билдов которые можно было бы присвоить да поставить копирайт ну да что ж поэтому мы пока уходим на небольшую музыкальную паузу и скоро вернемся дорогие друзья в следующем видео